Всем привет! Ой, ну и погодка сегодня! Весь день дождь идёт, на улицу не выйти погулять. Зато можно в музей сходить к нам, в музей геологии, например. Вы не знали, кстати, такую легенду про дождь? Однажды на землю пролились брызги из чаши бессмертия, которые превратились в осколки драгоценного камня. Интересно узнать, что это за камень? Тогда я вам сейчас расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днём незаметно для всех. За порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю. Мы ходим по ней, не зная, что в ней скрыто от наших глаз. Что люди нашли в глубинах земли, об этом наш рассказ. Что под нами, под ногами. В древние времена на острове Шри-Ланке, он в Индийском океане находится, верили в ту легенду, что я вам рассказал. По легенде, брызги превратились в синий камень – сапфир. Этот камень на Шри-Ланке добывают до сих пор. А ещё в Индии, США, Китае, Австралии, на острове Мадагаскар и в других странах. Сапфир известен людям с древних времён. Считается, что впервые его нашли на территории Юго-Восточной Азии. Однако сапфиры были известны и римлянам, и грекам. Больше всего этот камень ценили на Востоке. Он был талисманом правителей и полководцев, учёных и жрецов. Считалось, что сапфир – источник мудрости и знаний. На Руси сапфиры и рубины называли одним красивым словом – яхонды. Сапфир для наших предков был лазоревым яхондом. Как правило, сапфирами называют камни синего цвета. Однако оттенков у этого камня великое множество. Розовые, жёлтые, фиолетовые. Специалисты, которые изучают минералы, минерологи, относят сапфир к корундам. Корунды – это такие минералы, которые состоят из металла алюминия и кислорода. Того самого газа, что в воздухе содержится. Больше всего ценятся сапфиры ярко-синего цвета. Необычный оттенок камню придают примеси разных металлов – титана и железа. Ценные камни до сих пор находят на острове Шри-Ланке. Он раньше назывался Цейлон. Поэтому и цвет сапфиров – яркий, небесно-голубой – получил название Цейлонского. Ещё одно известное месторождение сапфиров находится в Индии – в месте Кашмир. Сапфиры, найденные там, называются Кашмирскими. У них глубокий синий цвет с фиолетовым оттенком. Самый большой сапфир – сапфир тысячелетия или миллениум – нашли на острове Мадагаскар, неподалёку от Африки. Камень весил больше 12 килограммов. На сапфир решили нанести узор. Художник, который делал этот необычный рисунок, итальянец Алиссио Боски, попал в Книгу рекордов. Сейчас сапфир находится в частной коллекции в Гонконге, в Азии. Предыдущий сапфир-рекордсмен был найден на острове Шри-Ланке. Его назвали «Драгоценность джунглей». До сих пор в Индии и на Шри-Ланке сапфиры добывают вручную. Это, конечно, удивительно, ведь технологии давно шагнули вперёд. Посмотрите, как у нас, например, компания «Газпром» добывает природный газ. Всё автоматизировано, а сапфир до сих пор вручную. Правда, залегает этот камень неглубоко, пластами. И для того, чтобы найти его, достаточно одной или нескольких ям. Сначала роют ямы лопатами и кирками. Как правило, добыча ведётся неподалёку от реки, ведь найденные камни нужно промывать в воде. После того, как яма вырыта, рабочие спускаются вниз. Вручную ищут в почве камни и поднимают их наверх по верёвке в больших вёдрах и корзинах. Затем несут к воде, очищают от грязи и внимательно смотрят, есть ли среди найденных камней драгоценные. Если поиск был успешным, сапфиры собирают в отдельные корзины и увозят, чтобы определить, какие из них самые большие и красивые, и превратить в украшения. Несмотря на то, что и в Индии, и на Шри-Ланке земля богата сапфирами и другими камнями, труд камнедобытчиков очень тяжёл. Часто просидев долгие часы в яме, испачкавшись в грязи и глине, они так ничего и не находят. В России добыча сапфиров практически не ведётся, хотя месторождение у нас есть. В Красноярском крае и на Урале необычные розовые сапфиры можно встретить в Карелии. Но, к сожалению, российские сапфиры ювелирами не слишком ценятся. Существуют и искусственные сапфиры. Впервые такой камень смог получить в лаборатории французский химик Агюст Вернейль. Сапфир — камень, который учёные относят к минералам под названием корунды. Добывают сапфиры по всему миру, в первую очередь в Индии и на Шри-Ланке. Больше всего ценятся сапфиры ярко-синего цвета. Мы ходим по ней, не зная, что в ней скрыто от наших глаз. Что люди нашли в глубинах земли, об этом наш рассказ. Что под нами — под ногами. Что-то я опять с вами заболтался. Дождь кончился, пойду прогуляюсь. А там уж и музей открывать пора.